МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стреляли по оппозициям в Опытном, Зайцево и Песках. У Авдеевки использовали более ста боеприпасов. Также неспокойно было в Майорске, Каменке и Троицком. По Широкиной и Марьинке оккупанты вели огонь из минометов. По Красногоровке из стрелкового оружия и минометов 82-го калибра. По Водяному и Старогнатовке работали БМП. Вблизи Марьинки, Старогнатовки и Новотроицкого активизировались снайперы. В районе Богдановки силы антитеррористической операции отбили атаку диверсантов. Сегодня после полудня изберут меру пресечения бывшему руководителю партии региона Александру Ефремову во время судебного заседания в Печерском районном суде Киева. Экс-регионала задержали 30 июля в аэропорту Борисполь. По данным генпрокуратуры, Ефремов пытался вылететь в Вену. Его подозревают в причастности к созданию и поддержке террористической организации, так называемой ЛНР. Генпрокуратура настаивает на аресте Ефремова сроком на два месяца. По словам генпрокурора Юрия Луценко, инкриминируемые экс-регионалу статьи не предусматривают залога или домашнего ареста. С сегодняшнего дня в Украине вступил в силу закон о снижении ставки акциза на старые автомобили. Однако на льготных условиях бы у машины можно ввести в Украину лишь один раз в год. В случае перепродажи в течение 365 дней придется оплатить полный акцизный сбор. В течение срока действия закона до 31 декабря 2018-го один человек может ввести не более трех автомобилей. Сниженные акцизы не распространяются на авто из России, оккупированных территорий Украины или те, которые произведены до 1 января 2010 года. Конкретные ставки акциза зависят от вида транспортного средства и мощности его двигателя. Экологическая ситуация в Киеве начала улучшаться. Смог в украинской столице начал рассеиваться. Снижение уровня загрязнения воздуха является следствием уменьшения количества автомобилей в столице, сообщает в ГОСЧС. По словам экологов, образование смога в украинской столице связано с тем, что 30 июля в Киевскую область пришел так называемый малоактивный атмосферный фронт, в результате чего усилилась скорость воздуха и местами в области прошли кратковременные дожди. В связи с жирой Госпродпотребслужба продолжает мониторить ситуацию атмосферного воздуха и содержание в нем вредных веществ, отметил главный эколог украинской столицы Олег Рубан. Украинские вузы сегодня обнародуют списки поступивших на бюджет. Ознакомиться с ними можно будет на специальном веб-сайте, с помощью которого абитуриенты подавали документы. Об этом заявила первый заместитель министра образования и науки Инна Саусун. Также результаты вступительной кампании можно узнать, позвонив в высшие учебные заведения, куда собирались поступать абитуриенты. Подать документы на обучение, поступившие в бюджет, должны до 18 часов. Контрактники могут написать заявление на обучение в период до 10 августа. Сегодня объявят город, где в Украине будет проходить Евровиденье 2017. Если победа в конкурсе достанется Киеву, то песенное мероприятие будет проведено на самом высоком уровне. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его убеждению, завладеть правом на организацию международного песенного соревнования у Киева есть гораздо больше возможностей. В частности, Кличко отметил инфраструктуру и возможности региональной туристической сферы. Как отметил городской глава, Киев предложил две наиболее обустроенные локации, где можно было бы принять участников и гостей конкурса. Это международный выставочный центр, который уже положительно оценил Оргкомитет Евровиденья, а также дворец спорта. Напомним, Киев, Днепр и Одесса вышли в финал конкурса по определению города, который примет песенный конкурс Евровиденья 2017.